Псевдоинвалид, из-за которого произошла смертельная драка на старом базаре, устроил ДТП. Обещали красоту и защиту, но надежд не оправдали. Жильцы нового жилищного комплекса не могут добиться смены управляющей компании. Еще несколько зловонных точек, где черные осенизаторы любят незаконно сливать отходы. И почему их сложно вывести на чистую воду. Псевдоинвалид, из-за которого произошла драка на старом базаре, устроил пьяное ДТП. Об этом нам сообщили наши источники. Накануне мужчину удалось запечатлеть в нетрезвом виде у здания СИЗО. Напомним, в июле 2020 года у старого базара произошла смертельная драка. По сути, ее зачинщиком стал человек, которого долгое время в соцсетях называли инвалидом. На суде оказалось, что инвалидом он не является. Как рассказывали очевидцы, в тот вечер мужчина был крайне навязчив. И пока псевдоинвалид, что называется, отжигает, другой участник этой драки, Михаил Старцев, отбывает наказание. Его приговорили к шести годам колонии за смертельный удар, который он нанес еще одному участнику конфликта. По словам Старцева, он действовал в пределах обороны. Мы рассказывали об этой истории ранее. Подробнее можно узнать о ней в наших сюжетах на ютубе. А пока добавим, что сейчас Михаил Старцев сам подал иск против псевдоинвалида. Ведь тот нанес несколько ударов по лицу. И к другим темам. В Барнауле сегодня заканчивается приемка образовательных учреждений к учебному году. Специалисты проверили уже больше 250 объектов, основная часть из которых – школы и детские сады. О том, как первому сентября готовятся специализированные учреждения и возникают ли у комиссии какие-то замечания, смотрите в следующем сюжете. Летние каникулы – отличное время, чтобы привести барнаульские образовательные учреждения в порядок. Насколько хорошо это удалось сделать, проверяет специальная комиссия с 24 июля. Сегодня последний день ее работы по приемке школ. И проходит он в 131-й гимназии. Здесь провели комплексное обновление помещений, включая актовый зал. Сделали специальный уголок для учеников. Знаете, творческие проекты, участие в конкурсе. Здесь будет совет учащихся, здесь будет совет, актив нашей первичной организации российского движения детей и молодежи. Направлений очень много. И я думаю, что он не будет пустовать, этот штаб наш. Здесь есть все для реализации творческих задумок. Оборудование для создания медиаконтента о школе, специализированная литература, а также интерактивные игры, которые помогают лучше узнать Алтайский край. Мы для них мастер-классы проводим. Сюда их вот прям я жду. Есть и идеи по улучшению работы школьных кружков. И музея. Костюмы в стиле манеризма. Вот эту коллекцию мы будем создавать в этом году. Есть и нововведения, которые, к слову, коснулись не только этой, а всех школ краевой столицы. В 2023 году на территории города Багнаула в общеобразовательных учреждениях будут реализованы мероприятия по созданию интерактивных комнат, где будут тщательно изучаться видеофильмы и также будут рассматриваться агитационные материалы по линии безопасности дорожного движения. Помимо общих условий комиссия проверила пожарную сигнализацию и техническое оснащение школы на предмет безопасности учащихся – камеры-турникеты. По итогам осмотра 84 школ проблем не возникло. Недочеты, которые бы вызвали неполучение акта готовности к учебному году, таких серьезных замечаний не было. Замечания, которые комиссия выявляла, связанные с тем, что где-то необходимо еще чуть подкрасить, где-то что-то подремонтировать, но это никак не влияет на то, что школа откроется к 1 сентября. Комиссии осталось осмотреть лишь три школы, где сейчас завершают капитальный ремонт. Уже проверено больше 250 объектов, в числе которых – учреждения доп. образования и детские садики. На территории Ленинского района 32 детских сада. Все они готовы к началу учебного года, начиная от благоустройства территории и завершая уже внутренним содержанием. Достаточно большое накопление игрового материала, очень много укомплектовано и учебно-методической литературы для самих воспитателей. Всего в этом году на ремонт одних только школ из городского бюджета было выделено порядка 112 миллионов рублей. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Дворы не убирают, мусорные баки вечно переполнены, газоны засыхают. Такую картину жители нового жилищного комплекса Барнаула, по их словам, наблюдают ежедневно и бьют тревогу. Люди намерены разными способами бороться с недобросовестными хозяйственниками. Подробности далее. Мы пытались по-хорошему, пытались по-плохому, мы пытались с боем, но мы не видим дальнейшей нашей судьбы с управляющей компанией ЖКИ. Мы просто хотим разорвать с ними все связи. На некачественный придомовой уход территории жалуются жильцы квартала Мичурин парк. По их словам, подъезды месяцами не моют, мусорные баки заполнены до отказа, а снег не чистят всю зиму. Проблемы начались еще в июле того года, когда в квартал зашла управляющая компания ООО ЖКИ. При том, что больше тысячи собственников нового и довольно престижного комплекса ежемесячно платят за свои услуги. Заработок, насколько я понимаю, более 16 миллионов в год с квартала идет. Деньги колоссальные, спились в нас зубами, мы не знаем, как выгнать. Жильцы дополняют. Внимание требуют и детские площадки, за состоянием которых никто не следит. Где-то и вовсе торчат штыри. В плачевном состоянии вся зеленая зона. Кто-то именно из-за этой красоты в свое время и приобрел здесь жилье. По итогу люди сами поливают газоны. Мы ходили, поливали в жару газоны, потому что было просто жалко смотреть. Стояла невыносимая жара, ни одной поливалки не было выставлено. Соответственно, растения просто погибали. На территории квартала пять шлагбаумов. Но за год ни один из них так и не заработал. Жильцы надеялись на огороженную и безопасную жилую зону. Но получили, что говорится, проходной двор. Улица становится объездной во время пробок. А по ночам здесь катаются и шумят дрифтеры. Вот так вот насквозь проезжает наш жилой комплекс. Не всегда эта скорость безопасная. Часто здесь устраивают гонки в прямом смысле слова. Мы можем наблюдать здесь частенько парковки грузовиков. С той стороны, где въезд за лентой. Там общественный транспорт в свое время вообще устроили туалет. Им было удобно поставить автобусы, грузовики. Недовольны люди и соблюдением других норм безопасности. Охрану я сама лично за все время видела. Может быть, три раза, когда они проходили. Да, они бывают там по звонку от жильцов. Они выходят. А так, чтобы обходы они делали, это крайне... Ну, может быть, там один раз в месяц я сама лично замечала. У нас есть вот такое вот фото. Это охранник, который... Я не знаю даже, что сказать по этому поводу, честное слово. Это в рабочее время, да. Во дворы и подъезды, говорят люди, нередко наведывается шпана или просто маргинальные личности. А год назад и вовсе произошел странный случай. Неустановленные лица из подъездов украли часть пожарных рукавов. Воришек до сих пор не может найти полиция. Оставшиеся пожарные рукава зачем-то убрала управляющая компания. Мы обращались с этим управляющей компанией, на что Артем Владимирович сказал, что если вдруг пожар, типа здесь шланги все равно короткие, длины не хватит на все квартиры, вот, и пожарник все равно побежит со своим шлангом, поэтому эти шланги, типа, ни на что не влияют. Это просто хорошо, повезло, что не случилось ничего такого, ни пожара, ничего, да, что могли они, не дай бог, пригодиться. Жильцы обращались по этому поводу и в пожарную инспекцию, и в МЧС. Ведомство вынесли управляющей компанией предписание устранить нарушения и вернуть шланги. В общем, до сих пор это, как видите, не сделано. Все, что они сделали, просто опечатывали пустые ящики. Сейчас люди пытаются добиться смены действующей УК. На собрании они уже набрали больше 60% голосов для этой процедуры. Но и здесь возникают сложности. Когда мы подали документы в ГЖИ, отвезли, то получается, что тут же следом управляющая компания ЖКИ инициирует свое собрание, причем первым пунктом, в котором стоит отмена заключения договора с УК МЧУ Ринпарк. Причем в счетной комиссии, и сама комиссия состоит из работников ЖКИ. Они пытаются сейчас это аннулировать. То есть вот 10 числа они должны опубликовать результаты голосования. Ну, ждем, что будет. Комментировать ситуацию нашей телекомпании руководство УК лично не стало. Мы направили официальный запрос. Что касается отчаявшихся жильцов, то они опасаются фальсификации подписей и говорят, если действующая УК не уступит место переизбранной компании, то будут обращаться в прокуратуру и суд. Мы готовы выходить, потому что действительно после таких громких обещаний в прошлый год мы получили разруху. За 15 месяцев, скажем так, наш ЖК просто был разрушен. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле стало известно еще о нескольких точках, куда черные осенизаторы сливают нечистоты. Наша съемочная группа вновь поехала по следам тех, для кого деньги не пахнут. В репортаже расскажем, почему жадных осенизаторов сложно вывести на чистую воду и где они любят незаконно сливать отходы. Эти кадры появились в мае этого года. Местной жительнице удалось снять, как осенизатор сливает нечистоты в колодец на проезжей части. Дело происходит у остановки овчинно-меховая фабрика. Ароматы сводят жителей с ума. Они как начали больше наблюдать, но поймайте их тоже, потому что они смотрят, кто что стоит, наблюдает. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Да не раз, вы ездите здесь постоянно. А это уже индустриальный район. Зимой мы обнаружили здесь целое фекальное озеро. Надо сказать, что это действительно фильтрационные поля. Федеральные земли принадлежат Минстельхозу, но уже давно переданы в пользованию аграрному университету и только ему. Как нам пояснили в ВУЗе, поля не рассчитаны на такой объем нечистот. Поэтому десятки машин, которые приезжают сюда, ежедневно идут на экологическое преступление. Давайте тогда продолжим. Что продолжим? Ну, сливать. Ну, зачем сейчас вы едете, продолжим? Ну, так вы уже начали при нас это делать. Ну, если все законно. Факт-то слива не сняли. Мы сняли. Свернулся. Сняли там. Свернулся. Там текло. Ничего не текло. Отговорки всегда сказочные. Машина сломалась. Сюда поехали. А так вы здесь не сливаетесь, да? За ближе. Нет. Просто сломалась машина? Да. А вы не боитесь, что у вас нос вырастет? Нет. Вы врете. Спасибо. На сегодняшний день те люди, которые приезжают сюда, добросовестные ассенизаторы, их, грубо говоря, от общего количества 10%. Остальные 90% сливаются вот здесь вот в округе. Вот вокруг залиты все рощи. Ценовая политика у них точно такая же. Берут они дежурные средства одинаково. Эти деньги только не идут в бюджет Алтайского края. То есть недополучает ни бюджет. И вокруг у нас, соответственно, проходит экологическая катастрофа. Сегодня нам известно лишь о нескольких точках, куда ассенизаторы незаконно сливают отходы. Но фекальная карта постоянно пополняется. Поймать за руку нарушителей можно недалеко от канатного проезда, на пересечении Павловского тракта и Трактовой, в районе онкоцентра, на проезде Южной, Широкой просеки, недалеко от Сибирской долины и Новоирзе. Сегодня мы вновь в индустриальном районе. Здесь ассенизаторы сливаются прямо в рощу. Долго ждать они себя не заставляют. С ними борется Алтайский аграрный университет уже несколько лет. Они окапывают свои фильтрационные поля. И в тот момент, когда там вот валы мы проезжали мимо, когда там появляются валы, они доезжают, получается, проезжают мимо этих валов и заезжают сюда в рощу, когда доступ закрыт. Потом вот эта вот, ну, скажем так, компания большая этих ИПшников, ассенизаторов, они заказывают трактор, убирают этот вал и опять начинают сливать фильтрационные поля. Вот сюда вот заезжает, вот смотри, свежий свет. Развернулся, назад сдал, и вот туда сливают. Вот сливают. Пахнет отвратительно, выглядит это не менее отвратительно. Можем с вами туда сходить, посмотреть. Платить за официальные точки слива, где отходы проходят очистку, ассенизаторы не хотят. Сегодня в городе есть три таких точки. На проспектах Космонавтов, Дзержинского и на проезде Южный. Они принадлежат Водоканалу и компании Экопорт. В компании признают, что объективно нужно еще несколько точек. И в будущем их планируют открывать. Но даже с учетом существующих пунктов, бизнес ассенизаторов остается привлекательным. И уж точно не уходящим в минуса. Ассенизатор заезжает, одну заявку забирает за 1600, эти же 5 кубов. А вторую заявку за 1600, то есть 3200. С этих 320 он платит 500 рублей. По ассенизатору всегда во все времена золотари получали достойную плату. В среднем заработок начинается от 120 тысяч рублей в месяц. А пока в Барнауле ежедневно сливается около 110 тысяч кубов, сами знаете чего. А ведь черная ассенизация – это не только неприятный запах, от которого страдают люди. Это еще и опасные болезнетворные начала. После выхода вашего сюжета прошлого, резкого возраста количества автомобилей, продлилось это ровно, я вам скажу, около трех недель. Потом эти люди опять растворились в неизвестном направлении. По всей видимости, нас ждет еще несколько репортажей на эту тему о компетентных органах массы работы. Ирина Корчагина, День с толком. Барнаул ждет серьезное обновление парка общественного транспорта. Так, около 40 новых автобусов должны прибыть в краевую столицу в феврале следующего года. Доставить планируют и несколько современных трамваев. Но мы решили спросить у барнаульцев, на каком общественном транспорте они предпочитают передвигаться по городу сегодня. И что нужно сделать, чтобы поездки были комфортными. Каким транспортом пользуетесь? Ну, вообще, зимой в основном на автобусе там 35-е, 20-е, 55-е. 55-е, конечно, старенькие все. Ну, и там холодно. Иногда где-то поддувает, конечно. Я видела новые, по-моему, 35-е, вот как раз в новостях смотрела. Здесь вот мимо один проезжал. Он был прям такой красивый, но ни разу еще не каталась на нем, если честно. Мне самый любимый автобус – это 55-е, 20-ка. А почему? А потому что она очень удобная. И там, ну, как бы сказать, когда стоишь, там удобно стоять, а маршрутки – это ужасно. Я думаю, автобус. А почему? Все-таки чаще расписание ходит, чаще. Быстрее добраться до места. Мне кажется, автобус удобнее. А почему? Потому что они быстрее ездят, чем трамвай. В автобусах тесно сейчас как-то. Иногда предпочтительнее для меня именно трамвай. На трамвай сел, спокойненько доехал. Там меньше народу. Ну, по крайней мере, он ходит. То есть добираюсь я быстро на работу, не опаздываю. То есть, в принципе, транспорт стабильно ходит. Может быть, у вас есть какие-нибудь предложения по улучшению общественного транспорта в Барнауле? Не знаю. Я бы больше пустила автобусы, вот как 55-й, 20-ка. Почаще их, и они удобнее. И больше троллейбусов, и трамваев. Побольше бы, наверное, новых автобусов или трамваев. Было бы хорошо. Разработка алтайских ученых, инновационный беспилотник, который можно использовать для фиджитал-игр, заняла первое место на всероссийском образовательном интенсиве «Архипелаг-2023». Возможности дрона с большим потенциалом в спортивных соревнованиях накануне продемонстрировали наши съемочные группы. Смотрим. Знакомьтесь, это летающий ежик. Опытный образец полностью защищенного беспилотника. И он в своей естественной среде обитания – в воздухе. Воплощение студентов технического университета неоднократно дорабатывалось. В итоге вес конструкции уменьшился и составляет около 100 грамм. Также один пенопласт заменили на другой. Однако основная цель осталась прежней – обучение новичков применению дронов. Аппарат прост в использовании и стоит недорого. Будет интересен для учреждений, кто, собственно, занимается обучением. В том числе потому, что не будет психологического барьера между дорогостоящим оборудованием и педагогом. То есть есть истории, когда есть закупленное оборудование, оно лежит на складе, потому что мы боимся им пользоваться. Здесь такой истории быть, в принципе, не должно. Достигается такой эффект за счет того, что у дрона нет рамы. Поэтому шарик амортизируют благодаря специальному пенопласту российского производства. Зачастую он используется в неубиваемых игрушках-самолетах, которые продаются в магазинах. Дальше стеклотекстолит тоже производство, например, российского. То есть изготовлен, фрезерован, соответственно, нами. Ну а, допустим, такие компоненты, как аккумуляторы, полетные контроллеры, моторы – это, естественно, китайский производитель. Поскольку батарея недолговечна, всего 3-6 минут, то после того, как она разрядится, этот ежик можно использовать просто для игры в баскетбол. Главное, чтобы он случайно не отомстил вам потом. У конструкции большой потенциал в спортивных соревнованиях. Так его можно использовать в фиджитал-играх, спорте, который совмещает дисциплины в офлайн и онлайн-реальностях. Например, мячом можно поиграть в крестики-нолики между лавочек или и вовсе устроить квиддич, как в «Гарри Поттере». Осталось только летающие мётлы изобрести. Летающий ежик алтайских инженеров стал победителем в своей номинации на престижном образовательном интенсиве «Архипелаг-2023», который недавно состоялся в Новосибирске. Там они тоже сыграли в баскетбол. На достигнутом разработчики не хотят останавливаться. В их планах найти инвесторов, чтобы масштабировать проект и производить примерно по тысяче беспилотников в год. Тогда уже можно будет пускать дроны в открытую продажу и выходить на мировую арену. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в три ближайших вечера и ночи. Именно в этот период метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума. К слову, он появляется в небе ежегодно – в июле и августе. Правда, только в северном полушарии. Вспышки Персеид начинают проявляться с 23 часов, а затем интенсивность потока нарастает. И к утренней заре розчерки в небе становятся заметнее, сообщают специалисты Барнаульского планетария. Увидеть падение более 100 звезд можно при хорошей погоде. Но, думаем, в ближайшие дни барнаульцам стоит рассчитывать лишь на везение. А на этом у меня все новости уходящей пятницы. Завтра смотрите итоговый выпуск новостей с Еленой Макаренко. Для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok